До того, как Винди31 стал известен, парень снимал неплохие летсплеи моба-игр, но позднее признал, что ему стыдно за самое первое видео. До того, как Винди31 стал известен, блогер с самого детства задротил в игры почти всё свободное время. До того, как Винди31 стал известен, ютубер уже целых два года регулярно снимал летсплей, но не показывал своё лицо. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня мы расскажем вам о жизни Винди31 до того, как он стал известен. А пока реклама. Хочешь научиться самостоятельно делать крутые модные стрижки? Или ты не уверен, что парикмахер подстриг тебя качественно? Халтурщик! Тогда тебе на канал Виктории в Раде. Девушка очень наглядно всё показывает и рассказывает, а кроме того, у неё довольно приятный голос. Подписывайся, ссылка в описании. Сюба-дуба-дуба-па-па-па-па-па-е-е-е. Винди31, популярный летсплеер на ютубе, автор кучи локальных мемов, понятных только его подписчикам, и просто весёлый щекастый паренёк. Как это принято у ютуберов подобного типа, в целях защиты от агрошколоты и просто ради возможности спокойной жизни личную информацию о себе и место жительства Винди тщательно маскирует. Среди различных версий о месте проживания наиболее популярен город Москва. Но также в комментариях к видео детишки часто пишут, что блогер из их города, Густав Владимир, Азов или какие-нибудь Сочи. Что касается имени, то тут дела обстоят немного проще. Сам Винди неоднократно намекал своим подписчикам, что его зовут Андрей. Впрочем, теперь аудитория Винди так и обращается к пареньку. Как ни странно, но к происхождению никнейма поклонники относятся с меньшим интересом. Может поэтому Андрей об этом практически ничего не говорил. Вообще, очень многие интересуются, что значит мой ник, и на самом деле я сам не помню уже. Можно предположить, что Винди это миксы слов Винни-Пуха и Винтос. Напростят нас поклонники ютубера за плоскую шутку. Однако что-то есть в этом парне от легендарного медвежонка. Его неунываемость, веселье, позитив и задор. Что в принципе отличное качество, которое только красят человека. Оно и правильно, ведь Винди очень молод и оптимистичен. Чего тут унывать? Предположительно, что ему 19 лет, он уже закончил школу и в данный момент учится на программист. Ну а сейчас пока что я тупо учусь. К слову, программированием Винди занимается очень давно, чуть ли не с детства. Началось это все как хобби, с любви к компьютерам. Я хотел стать кем-то вроде создателя, то есть программистом, к примеру, кто может делать что-нибудь связанное с играми, и потом смотреть на то, как люди относятся к моему труду, как они его оценивают и так далее. Именно из-за этого я очень-очень рано начал изучать программирование, лет, наверное, в 13. Возможно, в будущем это станет его основной профессией, чего сам парень не отрицает. В школе именно компьютеры частенько мешали Винди сконцентрироваться на учебе. Сам мальчик был способным и учился хорошо. Но как это часто бывает, и эта формулировка отлично знакома многим из вас, мальчик способный, но ленивый. И не отнекивайте, что не слышали эти слова от учителей, когда те рассказывали вашим мамам о вас и об успеваемости. Однако в нужный момент Винди собрался, перестал лениться и подтянул свои оценки так, что даже закончил школу без троек. В общем, в целом учился я хорошо. Как бы я не закончил на все пятерки, но троек у меня, по-моему, в конце концов вообще не было. Были в основном четверки, пятерки. Я себя похлопаю, поговорю за это. Также стоит добавить то, что в подростковом возрасте парень не поддался дурному влиянию сверстников, не имеет вредных привычек, не пьет и не курит. Зазош ли я? Ну, я не то чтобы зазош, но я типа не курю и не пью. Но в то же время Винди не позиционирует себя как ярый сторонник здорового образа жизни, как, например, Фрост, и вообще не пропагандирует ничего подобного. Более того, он сам признает, что все-таки имеет некоторые слабости, такие как большая любовь к вредной еде. Да, Винди просто обожает все эти Макдоналдсы, пиццы, колы, сладости и прочие вкусняшки, но уже старается не так сильно налегать на все это дело. Я стараюсь не употреблять ничего вредного, кроме Макдональдса. А второй способностью блогера являются компьютерные игры. Он признает, что большую часть своей жизни провел у компа, играя в различные игрушки, от моба до квестов и даже стелс-шутеров. Создается такое ощущение, что Винди в плане игровых предпочтений почти всеядный. Особенно это впечатление усиливается, если начать смотреть его самые ранние видео на канале. Еще будучи школьником, Андрей открыл свой канал 4 года назад и выложил пилотный выпуск со своим летсплеем на известную и популярную мобу League of Legends. Если посмотреть комменты к этому видео, то можно обнаружить, что самый залайканный коммент это коммент самого Винди из 2К16 года, где он пишет, что ему стыдно за этот видос. А уже во втором видео Винди играет в культовый сталкер, который он, к слову, очень любит до сих пор. После сталкера, как и многие другие летсплееры, парень много времени посвятил Майнкрафту, что дало ему первоначальный неплохой прирост подписчиков. Однако, настоящую известность Винди принесли его ролики, серии игр Five Nights at Freddy's. Интересное прохождение, смешные нарезки и создание локальных мемов пришлись подписчикам по душе. Но больше всего поклонникам нравится интерактив и диалог с аудиторией, где он обсуждает различные теории игр. Вопрос, являются ли эти 30 лет с того момента, как закончилась первая часть? Или же это 30 лет с того момента, как закрылась самая первая пиццерия из этой линейки пиццерий? В своих теориях Винди высказывает предположения и догадки касательно прохождения игр, взаимодействия с персонажами и случайных событиях. Несмотря на то, что блогер проделывает действительно огромную работу, выпуская видео практически каждый день, он успевает выделять внимание множеству тем. И может поэтому у парня совсем не остается времени на пиар и конфликты с другими блогерами? Ведь, например, Ферамир тоже имел канал игровой тематики, среди тем, которым Винди уделяет внимание не только ФНАФ, но и другие инди-игры, трансляции на Твиче, а также скетчи и даже челленджи. Сегодня мы с вами посмотрим «Попробуй не засмеяться» челлендж. Это фигуря, на которую делают почти все, по крайней мере все блогеры. И я подумал, что было бы забавно и мне сделали. Как объясняет сам Андрей, все это он делает с целью разнообразить контент ради подписчиков, которым он не хочет наскучить, выпуская ролики только одной тематики. Да что там, у него есть даже мега успешный лайв-канал с реакциями под названием «Виндяи». К нашему удивлению, эти ролики действительно нравятся зрителям, ведь каждый из них в среднем набирает по 400 тысяч просмотров. Винди действительно горит своей работой и вкладывается в канал, искренне любит своих фанатов, ну а те отвечают ему взаимностью. Но это уже совсем другая история, а это была история «Винди-31» до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых, отечественных и западных звезд. Также переходи по ссылке в описании и подписывайся на наш паблик ВКонтакте, где мы регулярно проводим голосование с выбором новых героев. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.